Почему Вторая мировая война я обозначал как отправную точку? Потому что традиционно по науке международных отношений, международных отношениях, всеобщие войны всегда являются изнародным источником изменений наиболее фундаментального характера и изменений, последствия которых имеют возможность придержаться достаточно долго. Так вот сейчас мы наблюдаем кризис той международной экономической и политической системы, которая возникла после Второй мировой войны. В первую очередь это кризис глобальной системы рыночной экономики, кризис глобального капитализма, который в настоящее время, как сходится во мнении большинства ведущих экономистов, исчерпал те возможности, те ресурсы и те решения возникающих проблем, которые в нем были заложены тем развитием, которое происходило в первой половине 20 века и привело к формированию того, к возникновению того, что мы называем свободной торговлей, того, что мы называем социальным рыночным государством, в конечном итоге информационной открытости. То есть, другими словами, всего, к чему мы привыкли, как естественной части нашей жизни. Поскольку память у нас короткая, и мы помним только то, что было в предыдущие 30-40 лет, и с трудом ассоциируя происходящее сейчас событие с тем, что имело место в человеческой истории, в истории международной политики, гораздо более ранний период, поэтому для нас это все выглядит достаточно катастрофично, достаточно прекрасно, хотя ничем новым для международной политики, в принципе, не является. И вот этот кризис, значительный степень, кризис мирового капитализма был в значительной степени усилен дезинфицированным фактором роста Китая, фактором роста других развивающихся стран, их возросшим потреблениям, и, соответственно, сокращением тех ресурсов, которые доступны человечеству для эксплуатации и потребления. При этом та экономическая модель, которая сформировалась в передовых странах Запада в 70-е, особенно в 80-е годы прошлого века, она, безусловно, требует сохранения того же уровня потребления, того же уровня использования ресурсов, которые возник в момент ее формирования и которые сопровождают ее на протяжении последних почти уже 50 лет. Но поскольку новых решений нет, поскольку сейчас ни один ведущий мировой экономист не скажет вам, как должна измениться рыночная экономика для того, чтобы адаптироваться к этому глобальному сокращению ресурсов и увеличению потребления, то государствам приходится вести борьбу за те ресурсы, которые имеются. И политика стран Запада, как наиболее передовых, в научном, экономическом, военно-технологическом смысле, она является в первую очередь и в основном борьбой за возможность сохранения контроля между ресурсами. Безусловно, в этой борьбе у Запада есть совершенно разные противники, которые выступают в разном качестве. Это и те, которые ведут с ним активное силовое взаимодействие, такие государства, как Россия, в ближайшие, наверное, в этом присоединятся Китай. Те государства, которые не ведут силового взаимодействия, но, по сути, также рассматриваются в качестве конкурентов и подвергаются необходимым ограничениям, ограничениям необходимым для того, чтобы страны Западе смогли сохранить свой доступ к ресурсам и возможностям, которые необходимы для поддержания внутренней социально-экономической стабильности, для поддержания устойчивости существующих там политических моделей. Это вот первый важный фактор. Второй важный фактор тех изменений, которые мы наглядываем, это кризис международных институтов, которые воскликли после второго мероприятия, в первую очередь, организации объединенных наций, но также профильные международные институты и региональные международные институты, такие как Европейская интеграция, Европейский союз, АSEAN и прочие другие, и даже те, которые были созданы по образцу и подобию более позднего времени, на пространстве бывшего Советского союза, в Азианском регионе, например, и так далее. Идея в международных институтах, она в свое время, в середине 20-го лета, была действительно ярким, новым, блестящим и работающим решением, и она проработала довольно долго, она проработала порядка 70-80 лет и позволяла тем или иным образом сокращать неизбежную, несправедливить возникающие отношения между государствами. Но эта несправедливость, она неизбежна, поскольку государства разные, их силовые возможности разные. Но международные институты, они должны были каким-то образом амортизировать эту разницу сил и сделать международную политику, мировую экономику сравнительно справедливой. То есть она, все равно, эта модель содержала все вступающие в несправедливости, так, в первую очередь, эта система Совета Березопасности ООН, с его пятью постоянными членами, обладающими большими правами, чем все остальные государства. Но все-таки она была лучшим из того, что существовало до этого, а лучшим из того, что мы узнали. И в значительной степени я хотел бы еще раз акцентировать на этом вопрос, что драматизм, восприятие тех изменений, которые мы сейчас наблюдаем, связано с тем, что действительно было очень хорошо. Действительно, эти институты были хорошей идеей, они работали действительно глобально, открытая рыночная экономика была комфортно, создавала много любительства в планах. И сейчас, когда мы уже не можем отрицать, что вот это все разрушается, безусловно, это вызывает довольно нервную, напряженную, а то и паническую реакцию. Это у нас с вами, представители экспертного сообщества, представители политического сообщества, которые пытаются найти решение, но решений пока нет. И результатом отсутствия решений становятся попытки каким-то образом канализировать, чтобы это накоплено не противоречие в конфликтных ситуациях, в карантинах, связанных с пандемией, в ограничении прав граждан, имеющих место практически во всех странах. мира. Но и в конце концов, в войне. И поскольку действительно обретение новых решений о том, как в глобальной экономике развиваться дальше, и как дальше развиваться государством, для того, чтобы граждане не бунтовали, поскольку этих решений нет, то я думаю, что вот этот способ находить отдушину, если хотите, в конфликтах и войнах, он будет сохраняться, будет продолжаться. И мы с вами будем в ближайшие годы, и с недвестилетия, жить в эпоху достаточно активных вооруженных конфликтов между государствами, происходящих либо непосредственно, либо в форме того, что называется «прок сегодня», то есть опосредованные конфликты, в которых государства непосредственным образом не сталкиваются между собой, действуют через тех или иных своих предоставителей, либо в виде не государственных, а юристических организаций и движений, либо в виде отдельных несостоящих государств, например, мы с вами тоже видим на образце и в той же самой Украине. А это не значит, что нам грозит глобальная катастрофа, безусловно. Я отношусь к числу тех российских экспертов, которые считают, что взаимно-ядерку поддерживание между, в первую очередь, Россией и США ведущими ядерными державами работает, и действительно то, что ядерная война является нерациональной, является самоубийственной и не принесет необходимого политического результата, необходимого для любой войны политического результата, это будет оставаться сдерживающим фактором и для Соединенных Штатов России, и для Америки, в том, что касается этих колоссальных силовых возможностей, которыми эти два государства обладают. То есть войны будут идти, но постепенно ведущие ядерные державы, в первую очередь, США и Россия выработают между собой механизм, который позволит им не переходить в грань, означающую непосредственную угрозу территории друг друга. Ну, собственно, сейчас это не обладает. Непосредственная угроза территории друг друга Соединенные Штаты Америки и Россия сейчас не создают и всячески обеспечивают то, чтобы этого не произошло. Но конфликты будут продолжаться, и, безусловно, то пространство, которое окружает Россию, где также присутствует Армения, оно будет частью этого общего конфликта, конфликтного пространства, как, собственно, и весь остальной мир. И здесь мы никто исключением не являемся. И здесь мы тоже должны понимать, что наши международные отношения, международные отношения наших стран теперь будут постоянно развиваться в тени границ. Они будут постоянно развиваться в тени постоянной вероятности, перманентной вероятности возникновения сооруженного конфликта, к которым мы должны быть готовы, вероятность которого мы должны постоянно учитывать в своей дипломатической, внешнеполитической деятельности для того, чтобы максимизировать свои достижения и минимизировать достижения наших потенциальных противников. Вот конфликт, который происходит сейчас на Украине, он является одним из таких конфликтов нового времени, которых будет много. Россия, по всей видимости, будет участником многих из таких конфликтов. То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, это, если прибегать к поэтическим сравнениям, это только первые лучшие солнца, которое даже еще не взошло, солнца новой эпохи, которое даже еще не взошло, мы только видим первые проблески и как будет выглядеть настоящий, знойный полдень, нам с вами предстоит узнать через 10-15 лет после настоящего времени. И надо быть морально готовыми, быть готовыми к этому физически. Это касается совершенно всех государств, потому что в конечном итоге каждый из наших государств индивидуально несет ответственность перед своими гражданами. И ни одно другое государство ни в каких рамках отношений, ни союзнических, ни формально-союзнических, не может ставить отношения интересов граждан другого государства вперед интересам граждан своего государства. Это путевое средство природе государств, и этого никогда не будет произойти касается и России, и Армении, и Соединенных Штатов, и европейской державы, и кого угодно. Поэтому, с моей точки зрения, наиболее важной задачей и России, и Армении, и других стран будет собственное обнаружение развития, повышение собственной внутренней устойчивости, повышение уверенности своих граждан в том, что внутри своей страны, вне зависимости от ее связи, их жизнь будет сравнительным образом организована, определенный уровень справедливости в отношении их базовых интересов будет государством обеспечиваться, а войны являются неизбежностью, и нам с ними предстоит жить. Пока да, пока все. Продолжение следует...